Во вторник 7 июля в Салехарде по руководствам главы региона состояло заседание правительства автономного округа. Заместитель губернатора Сергей Карасев доложил, что в ходе прошлого отопительного сезона серьезных аварий на территории автономного округа не было зафиксировано. Сейчас во всех районах приступили к подготовке к новому отопительному периоду. Доклад о ситуации на рынке труда автономного округа представила директор департамента занятости населения Ольга Акинина. Численность безработных в округе, хоть и остается самой низкой среди субъектов Уральского федерального округа и среди рактических регионов, выросла почти в трое и составляет почти 6 тысяч человек. О мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции рассказал заместитель губернатора Александр Калинин. Он подчеркнул, что сейчас в регионе действуют три пакета мер по пяти направлениям – максимальное снижение налоговых ставок, льготы на имущество, меры прямой финансовой поддержки, социальные и административные меры. В то же время почти две тысячи субъектов малого и среднего бизнеса остаются под действием ограничений и не могут начать работу в полную силу. Речь идет об общепите, туризме, фитнес-клубах и учреждениях дополнительного образования. Доклад о том, как идет летний строительный сезон, представил директор департамента строительства и жилищной политики автономного округа Юрий Теряев. По его словам, в данный момент на Ямале 150 действующих объектов строительства, на которых трудится почти 5 тысяч человек. Более половины рабочих привлекаются на Ямал и из других регионов. Очередная перевахтовка прошла в конце мая и начале июня. В связи с повышением температуры воздуха и отсутствием осадков на территории округа со 2 июля введен особый противопожарный режим, который продлится до 1 сентября 2020 года, сроки действия которого могут быть скорректированы в зависимости от складывающейся лесопожарной обстановки и фактических погодных условий. В этот период нельзя разжигать костры. Рекомендуется своевременно очищать территорию, противопожарное расстояние между зданиями, от мусора, от травы сухой. И вот этот убранный мусор, получается, не рекомендуется сжигать, его сразу лучше увозить во избежание поджогов. А также проводить с детьми разъединительную работу о мерах пожарной безопасности в этот период, в летний пожароопасный период. Напоминаем, что в период действия особого противопожарного режима ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах кратно увеличивается, и наложение административного штрафа составляет на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20000 до 40000 рублей, на юридических лиц от 300000 до 500000 рублей. Информацию о природном пожаре можно сообщить по телефону 8 349 22 5 28 27 или 8 800 100 94 00, либо по номеру 112. Сотрудники Ямальского центра «Импульс» продлевают до 6 августа заявки на конкурс молодежных лидеров для всех участников рождественских каникул 2020. Для участия в конкурсе молодым ямальцам стоит проявить свои навыки в работе социал-медиамаркетингом, видеоконтентом, организацией мероприятий, а также показать свои навыки в проектной деятельности. Конкурс «Я лидер» проводится для учащихся образовательных учреждений Ямальского района, для детей, так скажем, от 14 до 17 лет, которые когда-либо присутствовали на рождественских каникулах, либо очень хотели бы попасть на них, то есть для учащихся любых образовательных учреждений школ Ямальского района. В мае стартовал набор участников на этот конкурс. Прием заявок проводится до 6 августа. Для участников запланированы различные задания, которые необходимо будет выполнять и выкладывать в своих социальных сетях, либо в социальных сетях своих школьных учреждений. Награждение участников состоится в декабре 2020 года. Главный приз – образовательная поездка в один из городов нашей страны. Наступил второй месяц календарного лета. На Ямале это самая горячая пора отпусков, но далеко не все ямальцы рвутся на курорты и песчаные берега морей. Да и текущая эпидемиологическая обстановка не позволяет провести отдых так же полноценно, как это было до появления вируса COVID-19. Сегодня мы вышли на улицы села Ярселя, чтобы узнать, как жители района проводят лето. Я поеду в Тюмень с родителями. И все. А если бы осталась здесь, в родном поселке, как бы проводила лето? Гуляла бы с подружками и с друзьями вообще. Как будете проводить лето? Ну, остаток, по крайней мере. Гулять по улицам. Потом съездим на две недели в Тюмень и домой сюда. То есть основную часть отпуска будете проводить дома, да? Здесь, в поселке. Основную часть отпуска я уже провела. Ну вот, у меня уже есть, правда, короткий. Скоро у меня уже на работу. Ну, я вот ездила в Салихард. Сейчас в Ярселе по делам. А больше некуда пока. Большую часть отпуска где провели все-таки? Большую часть отпуска, ну, у себя в поселке. Как вы проводите летний отпуск? Ну, как вот, я работаю здесь вот. Мне нравится, чем здесь вот работать летом. Температура вот располагает, потому что когда вот бывало, что вот ездила в Тюмень раньше в отпуске, в июле, и все. Там очень жарко. И вот мой возраст, наверное, так многие согласятся с этим, что здесь очень хорошо вот для моего возраста. И температура, и вообще. Все есть в поселке. Многие жители признали, что и в родном поселке можно вполне интересно и полезно провести летний отдых. Главное – знать, чем себя занять. Чем можно заниматься в Ярселе летом? Ходить на площадке, гулять, на велосипедах кататься. Ну, покупаться сходить, если погода хорошая позволяет. Куда там еще? На природу. Ну, если отдыхать в поселке, допустим. А больше, я не знаю, никуда. Можно и у себя так хорошо отдохнуть. Неработающим пенсионерам можно временно попроситься на работу, подработать. Это очень не для маловажного для нас. У нас каждая копеечка на счету. Потом у нас очень хорошая площадь. Ой, извините, у нас очень хорошая площадь там вот за поселком сделана. Можно хорошо посидеть и отдохнуть. А так в течение недели дела находятся всегда. Из минусов летнего отдыха у себя в поселках Ямальцы только отмечают большое количество комаров. Но и эта проблема для многих поправима. Все нравится, все устраивает, кроме комаров. Да нет. Единственное, что комары, а больше нет. Условище есть, мне кажется. Дискомфорта я не испытываю. Ну, комары я, наверное, столько лет, сколько себя помню, я столько лет здесь нахожусь. Бывало, что и летом оставалось, и все. Но я заметила, что комары вот с каждым годом все меньше и меньше. Раньше, да, раньше, вот когда мы тут жили, тучами, мы даже накрывались специальными сетками, да это вот мазью ткани обмазывали и вот ходили. А сейчас такого нет. Сейчас мало комаров по сравнению с тем, что было раньше. Продолжение следует...